Всем привет, с вами Дэн. Я думаю, что уже все слышали про то, что вчера начался бунт в Чикенгане. Ну и все знают, что его начал я, и по причине того, что разработчик не выпускает обновления уже почти 3 месяца. Сегодня я буду показывать, что было в первом дне, ну и что будет сегодня, а то есть второй день. Перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, потому что этот бунт очень легендарное событие. Ну а мы погнали. Сейчас я вам покажу пару фрагментов, которые я записал во время того, как только начался бунт. ...тоже записать про этот ролик. Так, я сразу же... Вот сейчас идет премьера, я после нее сразу же пойду в Чикенган и проверю, есть серваки или нет. Буквально за секунду. Срочно, срочно, срочно. Так, быстро, сервера. Во, погнали. Вот они все сервера. Так, пока что не так уж и много есть, но посмотрите, поскольку людей на этих серверах. Вы это видите просто? Так, давайте в Батл-Рояль зайдем. Дальше я зашел и начал искать игроков, которые будут тоже за бунт. Напомню, тогда прошло всего лишь пару минут после премьеры. И вот, можете посмотреть, что уже происходило в Батл-Рояле. Я этому был очень рад, мне это очень понравилось. Я сделал даже скриншоты там. В общем, было очень интересно. Я еще там побегал по серверам, но это я не буду вставлять, это бессмысленно. Да, не так уж и много, у меня тогда не было в идеях снимать этот ролик. Но давайте расскажу все вкратце. За первые около 2-3 минуты после премьеры, уже было около двух страничек серверов с хэштегом бунт.чг. И это очень хороший результат, ведь максимум их было около 10 страниц. В то время, как обычно онлайн чекенгана со всех серверов это 30 страниц. Также мы с вами смогли с легкостью побить рекорд чекенгана и сделать максимальный пик онлайна. Если вы ничего не поняли, просто посмотрите на эту картинку. 90 страниц серверов. Да, возможно их было больше, но это максимальное количество, которое игроки смогли зафиксировать. Мы с вами просто взорвали сервера. Я до этого максимум видел 35 или 40 страниц, а здесь целых 90. Просто в голову не укладывается. Но рекорд был поставлен и я очень этому рад. Но не все так хорошо, ведь появились люди, которые против этого. Я не говорю, что это плохо, что они против, но их аргументы это просто смешно. Разработчик устал, дайте ему отдохнуть. Разработчик делает большое обновление. Я вам всем сейчас отвечу. Вот смотрите, если бы у разработчика были проблемы, я бы мог его понять и ничего не делать. Но он об этом нигде не говорит. И проблема в том, что мы с ним поддерживали связь и со всем бывшим Катимом. Мы были бета-тестерами. Мы с ним общались, могли подавать какие-то идеи напрямую. Но в один прекрасный день он просто резко перестал с нами общаться. Без причины. Если бы он хоть какой-то намек дал, что с ним сейчас происходит и почему в последнее время обновление выходит так редко, что за последние полгода их вышло всего две, то тогда бы бунта скорее всего не было. И вы должны это понимать, что разработчик просто ленивый. У него нет проблем. И если бы были, он бы об этом скорее всего сказал своим игрокам. Потому что люди ждут и надеются на новое обновление. Ну а если разработчик сейчас смотрит это видео и у тебя реально есть какие-то проблемы, можешь их не оглашать. Ну просто скажи, что ты сейчас не можешь ничего делать. Тогда мы всем комьюнити тебя поймем. Но просто молчать это худший вариант. И я больше говорить ничего не буду. Надеюсь, все люди все поняли. А теперь поговорим про то, что кто-то пытается остановить нас. Примерно вчера вечером мне все начали говорить, что сервера каким-то таинственным образом пропадали. То есть просто ты сидишь, играешь и бац тебе вылезает табличка, что тебя кикнули. Но на самом деле кикнули всех, кто находился на сервере. И получается он был удален. И вопрос, кто и зачем это делает? Первый вариант. Это могли быть читеры. Но неужели есть настолько мощные читы? Я думаю, что нет. Мне кажется, это дело рук все-таки разработчика. Обвинять я его ни в чем не буду, но мне кажется, он пытается нас остановить. И по чуть-чуть чистить сервера с бунтом. Это означает, что бунт все-таки работает. И разработчик нас заметил. Посмотрим, что будет происходить дальше. Кстати, в моем телеграм-канале мы больше об этом говорим. И там я намного чаще появляюсь. Поэтому советую вам на него подписаться. Ссылка в описании. Ну что, вроде это были все новости вчерашнего дня. А теперь давайте перейдем к сегодняшнему. Сегодня я еще не заходил в Чикенган, поэтому я сейчас это сделаю. Так, погнали, загружается. Конечно же, у меня есть эта приписка. Все-таки это я ее придумал. И посмотрите, уже не 90 страничек, а 30. Потому что, скорее всего, половина серверов разработчик почистил. Так, что у нас там по хэштегу бунт ЧГ? Все так же есть немного серверов. Да, их стало намного меньше. Но радует, что они есть. Давайте зайдем на какой-то из них. Вот флаг. Кто-то сломал, не понял. Кстати, как я заметил, этот флаг стал самым главным символом бунта. Так, давайте здесь оставим один флаг и пойдем дальше. О, так это кто-то хотел написать бунт, походу. Ну да, получился какой-то не бунт, а фунт, не знаю. Так, еще один сервер, здесь уже видно флаги. Ну, в общем-то, понятно, я здесь не вижу прям масштабных серверов. И, кстати, про них. Я совсем забыл вам показать очень интересные скриншоты. Погнали к ним. Очень активным участником бунта из моей команды был Вик. И вот такие скриншоты он нам предоставил. Здесь мы видим, что очень-очень заполнен сервер всякими флагами, этими табличками. И это выглядит все очень офигенно. Ух, ну вроде все. Это все произошло за буквально два дня бунта. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Продолжаем бунтовать, ждем обнову. Ну, или же ответа от разработчика. Ну, а с вами был я, Дэн19k. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok